В Уральске состоялась встреча под председательством заместителя Акимобласти Кальяра Айтмухамбетова с участием вице-министра иностранных дел Казахстана Алибека Куантерова с предпринимателями региона. Основной целью мероприятия стало обсуждение вопросов улучшения инвестиционного климата и контроль за реализацией текущих проектов. Подробнее об этом в следующем сюжете. В ходе встречи заместителя министра иностранных дел Республики Казахстан Алибек Куантерова с предпринимателем региона, руководителем управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития области Утепаев рассказал об инвестиционном климате в регионе. В рамках привлечения инвестиций в регион за 2024-2029 годы сформирован бул из 42 проектов, из которых 20 проектов реализуются в рамках единого общенационального була. В текущем году запланирован ввод 21 проекта общей стоимости 107,5 миллиардов тенге с созданием больше 590 рабочих мест. Из них введены 6 проектов на общую сумму 7,5 миллиардов тенге с созданием 209 новых рабочих мест. В рамках поручения главы государства проводится тендер на строительство газоперерабатывающего завода с участием корейского инвестора. А также запланировано реализовать несколько проектов по строительству мусороперерабатывающих комплексов и солнечной электростанции. Есть инвесторштаб под руководством первого зампремьера, где решаются агрокативные вопросы частного и системного характера. Бывает частного характера, где нужно ввести изменения в законодательство или в НПА. По закону решается вопрос, параллельно вносится изменение в НПА. Потом зачастую организуют форму как в стране, так и за рубежом, где вы можете активно принимать участие, там искать партнеров. Я думаю, просто расширять географию, это будет в целом полезно и для вашего бизнеса. На встрече заместителя министра иностранных дел предприниматели обсудили актуальные вопросы привлечения субсидий, налоговых льгот, цифровизации и развития туризма. В завершении своего выступления Альбек Куантыров отметил, что поднятые вопросы будут постепенно решаться. Данна Келебаева, Альбина Жекенова, Айбула Джагапар, Александр Грабарев, Телеканал ТДК-42.